Прежде всего поговорим о ножах. У нас есть ножи для птиц. Они маленькие. Это нож для резки шхитования птицы. Это еще более маленький нож для шхиты птицы. Палахе, нож для шхиты, должен в длину включать в себя не менее двух диаметров горла птицы. Этот нож включает в себя гораздо больше, чем два диаметра горла птицы. Это были ножи для птицы, а сейчас нож для шхиты и мелкого рогатого скота, овец, коз. Вот этим ножом делают шхиту мелкому рогатому скоту. Это нож для шхиты крупного рогатого скота. Он достаточно старый. Современные ножи для крупного рогатого скота гораздо больше размером. Теперь мы говорим о заточке ножей. Если у ножа имеется маленькое повреждение лезвия, мелкое зазубренно, так у нас для его заточки есть камень, называемый красным. Он достаточно гладкий, но он способен затачивать нож, удаляя из лезвия тонкий слой металла. Следующий камень необходим для шлифования. Он называется белый камень и совершает первый этап шлифования. Он только шлифует, то есть разглаживает лезвие и не способен его затачивать, удаляя неровности. Итак, мы поговорили о белом камне, который шлифует нож, и красном камне, который затачивает нож. После этого наступает следующий этап шлифования ножа. Для этого используется еще более гладкий камень. Проводя по ним рукой, почти ничего невозможно почувствовать. Этот камень еще лучше закрывает, то есть сглаживает нож, не удаляя при этом слой металла, как это происходит при затачивании. И последний камень для третьего этапа шлифования называется зеленым, хотя его цвет более похож на черный. Им также невозможно заточить нож, исправив его повреждения или неровности лезвия. Он только шлифует лезвие, фактически завершая последний, третий этап шлифования. Это все камни. Еще раз, у нас есть красный камень, белый камень, черный камень и зеленый камень. Красный камень используют для заточки ножа, а белый, черный и зеленый для шлифования. Для подготовки камней к применению они тоже, в свою очередь, нуждаются в шлифовании, для чего используют наждачную бумагу. Для каждого из камней необходим свой вид наждачной бумаги. Бумага под номером 600 считается достаточно грубой. Она необходима для выравнивания красного камня, который затачивают ножи. Для затачивания ножа пригоден только красный камень, не имеющий повреждений. Поэтому наждачная бумага 600 должна удалять это повреждение с красного камня. Следующий вид наждачной бумаги номер 1000. Им разглаживает белый камень. Бумагой под номером 1500 шлифует черный камень, который используется для второго этапа шлифования ножа. Бумагой под номером 2000 шлифует камень зеленым. Хотя его цвет больше похож на черный, но называется он зеленым. И вот этот камень. Таким образом, мы используем все это для затачивания ножа, что часто именуют термином «установка» или «завершение ножа». Сейчас мы поговорили о подготовке ножа к использованию. После подготовки необходимо его проверить. Проверить, насколько он готов к использованию. Это уже тема для следующего поста.